Привет, Китай! Это я, Романыч. Я заметил, что после выхода Samsung Galaxy A50 у многих сложилось предубеждение, у многих сложился такой образ, что это панацея, что типа, ну вот вы, кто там Xiaomi пользуетесь, там кто Honor'ами пользуетесь, Meizu эти ваши, где надо что-то колхозить, вот берите свои Pocophone F1, идите колхозьте, рут-права ставьте, еще что-то там мудрите, Google камеры, это ваши дела. А вот для тех людей, которые не хотят вот с этим всем работать, которым это вообще никак не уперлось, лучший вариант, это Samsung Galaxy A50. И самый прикол в том, что не надо на ваших Алиэкспрессах в Китае где-то копейку экономить заказывать, вот, возьмите в ближайший магазин, пойдите и сорвите этот смартфон за 20 тысяч рублей, и не партись. И сказать честно, я точно так же считал, пока две недели не проходил с этой мобилой. Сегодня я вам расскажу пять причин, почему не стоит покупать Samsung Galaxy A50. И сразу небольшой дисклеймер, для тех атор, которые тут же побежали ставить дизлайк, которые тут же отпустились в комментарии. Не надо, не тратьте свою энергию, будьте спокойны. Этот смартфон мне понравился. В полном обзоре я расскажу, где он кого и как нагибает. Этот видос лишь для тех людей, которые просто хотят знать объективную сторону, а не облизывание жопы, которые любят факты. Сегодня я вам дам эти факты, но это совершенно не означает, что эта мобила говно, и ни в коем случае не покупайте ее. Ребзя, чтобы от вас не ускользнуло ни одного ништяка, связанного с моим каналом, вам достаточно подписаться и нажать колокольчик. Первая причина кроется в железе, а именно в видеоускорителе Mali G72. И тут вы задумались, подождите, видеоускоритель Mali G72, это Mali, и это априори говно, да? Вот поэтому ты сюда и поместил, наверное, ты даже не тестил. Я вам скажу обратное, что чтобы сделать такой вывод, я специально потратил около часа своего времени и потестировал игрушки с включенным FPS. Если хотите тоже измерять FPS своих игр, ссылку в описании оставлю, как это сделать. Тесты я начал с PUBG, и вроде все хорошо. Я поставил сначала максимальные настройки, при том, что на этом видеоускорителе есть такая возможность. В подробном обзоре я обязательно немножко притворю двери и расскажу, что это такое. Но потом я понял, что будет несправедливо, и для такого устройства за 20 тысяч рублей я поставил абсолютно такие же настройки, как по классике на Honor 10 Lite или на Xiaomi Redmi Note 7. это просто высоко, это просто далеко. Вот и все. Это средние настройки графики. И также, конечно, отключил сглаживание обязательно. Это я всегда делаю. После этого я где-то проиграл около 15 минут и, в принципе, никаких проблем не нашел. Удивительно, я сам себе не мог дать отчет. Подожди, здесь нету специальной какой-то надстройки GPU, как у Honor, да? Типа, что GPU Turbo 2.0. И типа, из-за этого все процессы отключились в мобиле и все сюда сконцентрировано, то есть, на программном уровне пытаются вытянуть частоту кадров. Здесь нет такой надстройки. Но я удивился, ни хера себе. 15 минут все кайфово. Как оно так можно понимать? Это же вроде Exynos 9610. Да, вроде неплохой процессор, но он Exynos. Но это были мои радости всего на 15 минут. Дальше я сажусь в крутую тачку, баги и начинаю рассекать по всей карте. И тут я начинаю встречать максимальные провалы. Порой проваливался Samsung Galaxy A50 по FPS до 8 кадров. Чтобы вы понимали, то есть, в среднем где-то 30-ка, все хорошо, зеленая зона, потом резко пау, улетел 8, и это невероятные лаги, и они постепенно, постепенно набирали свои обороты, и я где-то дошел до 30-й или до 35-й минуты тестирования, и уже меня конкретно начинало бесить, то, что когда я на огромной скорости лечу по этой карте, я испытываю лаги не раз в минуту, а я их начал уже испытывать где-то раз в 20 секунд, и это стало заметно, ну и самое главное, что мобила разогрелась просто до максимальной температуры, мне начало уже жечь руку, несмотря на то, что здесь стоит пластик. Но на PUBG все мое тестирование не закончилось, обязательно я скачал такую тяжелую игрушку, как Shadowgun of Legends, и тут опять же подтвердились мои опасения, сначала вроде неплохо, но в сценах, когда начинаются ожесточенные битвы, к сожалению, FPS тоже проседал. Но забегая вперед, до того, как я сделаю полноценный обзор, я хочу сказать, что не все так плохо, не все так дерьмово. Второй недостаток связан с внешним динамиком. Мне казалось, что китайцы типа Honor могут себе позволить такой сделать дерьмовый откровенный динамик. Мне казалось, что какие-то подвальные китайцы тоже этим грешат. Я скажу сразу, я не требую стереозвучания, абсолютно нет. Я понимаю, что стоимость достаточно низка. Но почему самсунг такая корпорация, столько рекламы, столько вот этого пафоса, столько вот этой вот всей мишуры и, к сожалению, на элементарном. Внешний динамик запор. Можно бесконечно прожигать деньги впустую. А можно просто зарегистрироваться в кэшбэк-сервисе Letyshops и возвращать часть потраченных денег с заказов к себе на карту. Достаточно всего лишь пройти по ссылке в описании, зарегистрироваться и установить специальное расширение для браузера, которое вы сейчас видите на экране, которое будет постоянно вам напоминать о вашем кэшбэке. Вы заходите в какой-то магазин, один из тысячи, которые представлены в Letyshops, и вам сразу напоминается, что здесь есть кэшбэк, активируй и возвращай деньги. И весь прикол в том, что эти деньги не виртуальные. Их реально вывести на вашу банковскую карту, их реально вывести на ваш мобильный номер, их реально вывести на Яндекс, на Киви. Чем больше покупок, тем выше кэшбэк. Вот, например, взгляните на мой профиль, у меня уже больше десяти тысяч рублей кэшбэка и уже премиум статус. Поэтому экономим со мной, экономим как я. Дерзайте, народ. Третья причина достаточно эфемерная, если так можно выразиться. Потому что на самом деле восприятие у всех я сразу скажу разное. Это первое. Второе. Это происходит не на постоянной основе. Нет такого, что я сейчас такой пацаны. О, давайте посмотрим. Ага. Что я имею ввиду? Это работа оболочки и в общем системы. Ваше мировосприятие этим смартфоном. Ну, то есть, вот вам в руку дали, вы берете и начинаете тыкать, какие-то свои операции совершать. И первое у меня ощущение было после моего Xiaomi Redmi Note 5. Подлагивания небольшие, настройка. То есть, я прям вижу, что я давлю настройки. И, то есть, у меня бы это все уже намного быстрее сообразил на Snapdragon. Здесь какие-то есть небольшие проблемы. Точно так же я, например, отключаю Wi-Fi. Все, закончил свою деятельность. Отключаю Wi-Fi. Нажал уже 10 раз вот здесь вот как раз таки вот с этой шторкой пользуюсь быстрым доступом. Уже 10 раз нажал на отключение Wi-Fi. Нихера не происходит. И, наконец-таки, на 11 раз слава богу он у меня отключился. И еще раз подчеркну, это вот прямо сейчас Wi-Fi идеально отключается. Исключительно. Но проблемы-то такие есть. И переход с других систем, с других оболочек будет для людей болезненным. Кто, например, до этого тестил достаточно свежие смартфоны. Ну и, конечно же, отдельного внимания заслуживают жесты, которые вы мне подсказали, где находятся. Огромное вам спасибо. Вот эти вот жесты я установил, но это все равно сразу говорю не то, что я привык использовать на MIUI или на EMUI на Honor. То есть вот эти непонятные клавиши вот здесь это совсем не то. Это не так удобно, как этот свайп лево, свайп право. Или как это оттягивание сюда иконочки и потом ты закрываешь и выходишь из оперативки. Здесь приходится раз вышел, потом тебе надо вот здесь вот так сделать, вот здесь оперативку повыкидывать, а справа у тебя вообще клавиша назад, ну не то, откровенно не то, но спасибо хотя бы, что здесь такие жесты есть. Четвертая причина касается камеры и я честно вам скажу, что это похороны, ну как бы смешно не было, похороны это все грустно, но здесь такие веселые похороны. В принципе этот смартфон можно смело хранить, потому что ночная съемка это трагедия, это беда, это что-то, вот я просто давайте вам вот медленно сейчас вот покажу что получается, вы посмотрите даже снимки ночные на тройной модуль, я боюсь даже показывать, потому что мне кажется вы потом глаза в кучу не соберете, ну давайте я обычные снимки вам покажу, я вам покажу селфи ночные, детализация вообще не слышал, детализация где-то примерно осталась за гранью 20 тысяч рублей, детализация осталась примерно где-то там у Samsung Galaxy S10e наверное, ну примерно где-то там осталась, потому что здесь детализации вообще просто нет в ночных снимках, отвратительная детализация в ночных снимках, по другому видео вообще ночью записывать это ну сплошные кубики, то есть если вы покупаете за 20 тысяч рублей смартфон, вы наверное хотите, чтобы ночью вы тоже делали кайфовые снимки, но у вас ни хрена не получится, это несмотря на то, что конкуренты за 20 тысяч рублей, а многие и до 20 тысяч рублей делают очень классную картинку. Пятая причина, почему не стоит покупать Samsung Galaxy A50 и тут я наверное вам ничего не скажу, потому что я не захотел высасывать из пальца эту пятую причину откуда-то притягивает, где-то там выкрадывает, ну что мне сказать в пятой причине, что типа здесь сканер отпечатков пальцев как-то херово срабатывает, да пошел я нахер с такими своими претензиями, за 20 тысяч рублей мне поставили сканер отпечатков пальцев, а я должен здесь вот пестрячь, что-то мне не нравится, 20 тысяч рублей сканер отпечатков пальцев в дисплее это очень кайфово, здесь я не могу засадить, ну к чему докопаться, что типа 4000 мАч я думал больше, ну тоже тупо, поэтому пятую причину я оставляю специально для вас, пишите в комментариях те, кто владеют Samsung Galaxy A50 свою пятую причину, почему он плох и почему его не стоит покупать, ну а я чисто для себя в пятую причину я бы наверное добавил чисто от себя опять же, что есть Xiaomi Mi 9 SE я его заказал, он уже на всех парах летит ко мне и пока я не протестирую эту же мобилу, при том, что она стоит практически те же самые деньги, я не смогу отпустить вопрос, какая лучшая мобила за 20 тысяч рублей, жду Xiaomi Mi 9 SE и надеюсь, что вы тоже ждете, огромное спасибо, что смотрели, подписывайтесь на канал, ставьте на колокольчик, очень рад был вас всех сегодня видеть, поддержите этот видос лайчины, чтобы многие узнали 5 причин и подумали перед покупкой, все, давайте, красавцы, пока!